Во-вторых, он говорит о коллекционировании книг имамам Ан-Науи. Говорят, что вокруг него были много книг. Когда он преподавал в Дар-Уль-Хадисе-Ля-Шрафия, на зарплату выделенную земельного участка, которую дали на пожертвование, некоторые ученые говорят, что имам не брал зарплату. А другие сказали, что он говорил ответственному за сады, чтобы тот собирал годовую оплату, и на это он покупал книги. И оставлял там же на общее использование. Сообщается, что имам Ан-Науи всегда сидел в окружении книг. Рассказывает Бадрубну Джамаа, имам шафийцкого мазхаба, «Однажды, когда я посетил имама Ан-Науи, он отодвинул стопку книг, чтобы сделать мне место сесть». И это тоже нам показывает, как много книг было в округе имама. Имам Ан-Науи много времени проводил в изучении знаний, и из-за этого много времени проводил в окружении книг. Во-вторых, сбор книг. В-третьих, говорится об искреннем намерении. При написании книг неотъемлемой частью является искреннее намерение. Если подвести итоги изданных книг, на втором месте после Корана идет книга именно имама Ан-Науи, сады праведных. Именно это и указывает на его искреннее намерение. Человек, вознамерившийся изучить мазхаба с шафио, непременно прибегнет к его книге. Будь то толкование, основы терминологии, везде он будет нуждаться в имаме. Достоверных источников имама муслима очень мало. Самым главным из них является шарх имама Ан-Науи. Таджуддин Ас-Субки сказал, вот эти три главные вещи, которые были в имаме. И так как я не владею этими вещами, он был большим ученым, семьянином, имел двух в другом высказании трех сыновей, двое из них, которые большие ученые Таджуддин Ас-Субки и Багауддин Ас-Субки, но все-таки отец Ас-Субки взялся продолжить книгу имама Ан-Науи, Аль-Маджму, говоря, что мне показалось, что Аллах благословит его работу из-за многочисленной благодати имама Ан-Науи. Многие ученые говорили о благодати имама, такие как Ибн Хаджр Аль-Аст-Аляни и другие ученые, что она была очень явной, будь то в книгах или в других аспектах. Продолжим о том, что говорил имам Ан-Науи. Хоть я и не являюсь из числа благодатных, но посредством благодати имама Ан-Науи, Аллах поможет мне довершить эту книгу. Но все-таки он не завершил эту работу. Мы знаем, что имам Ан-Науи написал книгу до темы расставщичества, которая находится неподалеку от темы купли-продажи, а Ас-Супки довел до темы банкротства. Следом за ним взялся за эту работу ученик Та-Ки-Юддин Ас-Супки Зайнуль-Аракий, но тоже не закончил. Следом же начал его сын, взялся продолжить тему, начатую отцом, и немного с темы бракосочетания тоже. Но не закончил. Также взялся продолжить книгу имама Сиража дин Аль-Бальгини, но также книга осталась недовершенной. Книгу, начатую имамом Ан-Науи, не смогли закончить большие алимы, вдающиеся в знаниях. В этом есть указание о достоинстве и благодати столь великого имама. Сколько бы ученые не брались завершить эту книгу, никто не сделал этого, хотя они сами являются большими лидерами, имеющие свои издания книг. В 665 году он стал преподавателем учебного заведения Дар-Уль-Хадис-Иль-Ашрафия. Хоть и не желал этого, на тот момент ему было 24 года, он стал деканом, хотя там были достойные ученые его времени, постарше него. Но никто не имел ничего против. Очень большим, уважительным считалась такая степень среди ученых, которая далась имаму Ан-Науи. Известным ученым в сфере Тасавуфа является имам Аль-Кушейри. Его известной книгой является Ар-Рисалев, в которой он упоминает о достоинствах своих преподавателей. Ученый Аль-Кушейри говорит, если бы имам Аль-Кушейри знал бы имама Ан-Науи и Абу-Исхака Ибрахим Аль-Магриби, то первыми в его строках этой книги были бы именно они и никто другой. А достоинства имама Ан-Науи говорят единогласно все ученые, и нет среди них отвержения. Также немного про благодать имама Ан-Науи. Знакомый имама Ан-Науи рассказывает, что у него болели ноги. Имам Ан-Науи пришел его навестить. Когда имам начал с ним разговаривать, он почувствовал утешение, боль в ногах. И к завершению его разговора боль прошла полностью. Я сразу понял, что это из-за благодати имама Ан-Науи пришло исцеление. Бадруддин Аль-Джама рассказывает, я спросил имама о его сне, как он спит. Он ответил, когда меня одолевает сон, я немного задремал, просыпаюсь. Одними из вредных вещей для студента являются две вещи. Первая еда, вторая сон. Если он станет соблюдать порядок в приеме пищи, то у него будет порядок и сном. Один другому помощник, если принимать пищу в больших количествах, то организм с легкостью тянется ко сну. Имама Ан-Науи принимал пищу два раза. Первое, после ночного намаза он ел очень мало, обычно у студента на столе бывают пару разных блюд, закуски, хлеба и так далее. А имам не имел столь большого выбора, а на столе в большинстве случаев он ел хлеб с финиковой пастой, который отец посылал ему из Навы. Второе, на сухер пил только воду. Он являлся из тех, кто много постится. Вот весь его прием пищи. Сверх этого он не заботился о еде. Также многоважным является то, о чем мы должны беспокоиться, когда мы спрашиваем о каком-то религиозном решении, и мы говорим, есть ли в этом запрет. Если это не харам, то мы можем и совершить это. У имама прежде всего ставил вопрос, есть ли в этом что-нибудь сомнительное. Если да, то он отдалялся от этого. Он не принимал подарков, кроме как от исключительно тех, в ком уверен, что у них все имущество халяльное. Некоторая история ученика имама, который, почистив огурец, угостил имама, тот же отказался, а сказав, я не ем это. Почему? Я боюсь, что вода, которая в огурце, наведет на меня сон. Если в теле жидкость увеличивается, то мозг тянется ко сну. Также из сомнительного категоричного он не ел фрукты из Дамаска, говоря, что там есть доля сирот. Ответственные за раздачу доли сиротам должны на 100% точно выполнять эти тонкие дела. Так как такие бывают редко, он остерегался этого. Исходя из истории, он очень мало увлекался земными наслаждениями. Когда раб Аллаха помнит о том, что он за ним наблюдает и отречен от мирской суеты, то Аллах дарует ему благодать и в обоих мирах. У имама были ученики намного старше него по годам. Пока он был жив, Аллах даровал ему благодать, как любовь окружающих людей. Как и в жизни, так и после смерти. Во время имама Аннауы были очень большие ученые. Но имам своим лидерством в знаниях и известностью затмил всех остальных ученых. Хотя эти алимы были большими учеными, будь они в другой эпохе, они считались бы лидерами знаний.